Глаз четвертый Всякое дыхание дохвалит Господа Великолепное светило дня, совершив дневной путь, приблизилось к закату. Склонившись к самому морю и как бы колеблясь над ним, оно пущает прощальные лучи на землю, готово погрузиться в море бесконечным. Смотрю на это величественное зрелище из окон моей келии, из недра тихой обители. «Заходящее солнце допускает смотреть на себя глазу человеческому, для которого оно недоступно во все время дневного пути своего, закрываясь от него невыдержимым ослепительным сиянием», размышлял, наблюдая из окон своей келии за прощальными лучами солнца епископ Игнатий Бринчанинов. Взирая из тихого монастырского пристанища на Житейское море, обращаясь к Творцу, он восклицал «Благодарю Тебя, Царю и Боже мой, привел Ты меня в ограду святой обители, скрыл меня в тайне лица Твоего от мятежа человеческого». И в наше время сохранились храмы и монастыри, расположенные вдалеке от мельского мятежа и шума праздного. Это место называется село Береговое Геленджикского района. В 1891 году, ровно 120 лет назад, в селе Береговом был построен храм в честь святителя Николая. Храм располагался не в этом месте, а ближе к дороге. Сейчас на месте храма построен клуб. К 300-летию династии Романовых царь Николай пожертвовал 300 рублей на ограду свято-никольского храма в селе Береговом. Верующих людей было очень много, потому что Береговое населяли в основном казаки, отличавшиеся крепкой православной верой. Но в 1917 году, когда случился Октябрьский переворот, храм был закрыт. Священник, отец Николай Долинский, по-видимому, репрессирован, потому что сведений о нем практически нет. И в конце 40-х, начале 50-х годов храм был разрушен и построен клуб. В конце 90-х, в начале 2000-х, когда в нашей стране началось возрождение православия, местная община попросила владыку Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского, благословить в селе Береговом строительство храма. Место для будущего храма было выделено на горе. Люди сначала немного скорбели, что храм будет находиться далеко от дороги и до него непросто будет добраться. Но позже увидели в этом промысел Божий. Расположенный на самой высокой точке поселка храм будет виден отовсюду. Строящийся храм стал подворьем Свято-Михайло-Афонской пустыни, древней обители на Кавказе. Уже в течение двух лет здесь постоянно проводится богослужение. Местные жители очень полюбили Никольский храм. Приезжают сюда и люди из других близлежащих городов, Гленджика и Новороссийска, приезжают и те, кто побывал в Свято-Михайловском монастыре в республике Адыгея и кто ощущает духовную связь монастыря с подворьем в селе Береговое. По благословению отца Герасима один раз в месяц, в субботу, здесь будет совершаться богослужение на греческом языке, учитывая то, что местное население имеет большой процент греков, которые жили здесь еще и спокон веков. Идешь по тропе, вокруг горы, и так тихо, и так отрадно вспоминается строчка из Акафиста Божией Матери. «Начальника тишины Христа родила Иси, а из Акафиста Иисусу Сладчайшему Иисусе Притихий монаха в сладости и чувствуешь покой в душе и радость в сердце». Господь управил так, что место, выбранное под подворье, под монастырь, находится далеко от села, и здесь будущие братья, монахи, смогут возносить молитвы и ничего мешать, ничего мирское и земное, я надеюсь, мешать им не будет. Святой преподобный Иоанн Дамаскин сказал такие слова. «Свет людям, монахи, а свет монахам – ангелы». Поэтому я надеюсь, что это уединенное место, освященное монашеской молитвой, станет рассадником благочестия и светильником для всех окружающих сел, не только для села Береговое». Афонские старцы не раз подчеркивали, что очень помогает монаху, когда монастырь удален от мира. «Археологические достопримечательности и мирского шума». Старец Паисий говорил, «Монах убегает подальше от мира не потому, что ненавидит мир, но потому, что любит его. И таким образом, молитвою монах помогает ему больше в вещах, которые по-человечески не происходят, но только при божественном вмешательстве». Так спасает Бог мир. В нашем храме находится образ иконы Божьей Матери Иверская. Нужно сказать, что наш игумен, отец Герасим, неоднократно посещал Афон, афонские обители. Поэтому наш монастырь имеет непосредственную духовную связь с греческим Афоном. Первый основатель монастыря Архимандрит Мартирий тоже был иноком Святой Афонской горы. Также и нынешний настоятель, отец Герасим, регулярно посещает Святую гору, окормляется у духоносных старцев, молится в афонских монастырях. Образ иверской иконы Божьей Матери, привезенной с Афона, является репродукцией, но в точности передающей тот образ Божьей Матери, которая находится на Афоне. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вы. Заступница усердная рода христианского зовется на Афоне высоким именем Вратарница. Это не просто хранящая врата афонских обителей неусыпная стража, но и двери в райские пределы отверзающие. Дивно вникать в строки Акафиста Пресвятой Богородицы в честь иконы ее Иверской. Радуйся во всяких нуждах скорое вспоможение, радуйся в печалях быстрое услышание, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие. Иконостас у нас, хотя и временный, но сделан в афонском стиле. На Афоне, мы знаем, нету практически нигде многоярусных высоких иконостасов. Мы, являясь афонской обители, стараемся соблюдать афонский стиль, тем самым поддерживая дух Святой Горы в нашем монастыре. В тихом уединении на берегу моря приходят высокие мысли. У святителя Игнатия Бринчанинова, глядя на море, рождались такие думы. Море по временам бывает тихо, бывает чисто, как зеркало, а по временам встревоженная буря покрывается мутными волнами седой пеной. Такова наша жизнь. В ней тишина и буря сменяют одну другую, а время уходит, уходит, стремится погрузиться в бездну вечности, Блажен тот пловец житейского моря, который часто устремляет взоры к небу. По светилам небесным он направляет путь свой, не унывает при бурях, не доверяет и тишине моря, оно так изменчиво. Взоры, для которых доступно небо, вера, ею мы усматриваем духовное небо, учение Христово. На этом небе сияет Евангелие, как солнце, ветхий завет, как луна, писание святых отцов, как звезды. Святое место – это место, где возносится молитва. Где молитва, там и святое место. Поэтому хотелось бы пожелать нашим телезрителям, чтобы каждый из нас, из своего дома, из своей кельи сделал святое место, вознося молитвы Господу, беседуя с Творцом, изливая все свои сердечные переживания и в первую очередь, конечно, благодаря Богу за все. Слава Богу за все. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Слава Богу за все.